Приветища! Это Зельда Слез Королевства, и мы продолжаем прохождение этой игры. В прошлой серии мы собрали с тобой Минеру, это пятый мудрец. Я могу теперь на неё садиться, это мой ручной робот. Помимо этого, тут ещё есть вот такие вот чувачки, которые готовы со мной торговаться. Вот этот хочет мне продать очень классный материал, называется клинки. Можно обменять, в принципе, давай обменяем. Вот такой вот древний клинок. Написано, что он даёт 50 к чармонтажу. Древний клинок загадочным образом может заставить врага исчезнуть. Слишком короткий для ближнего боя, но годится как наконечник для стрел. Вот такая вот штука. Мне дико интересно, как это вообще возможно, что я во что-то стрельну, и оно исчезнет. Хочу посмотреть на это. Помимо этого, тут есть ещё один, и он уже торгует оружием. Допустим, щит 50 брони даёт, это очень много. Всё остальное оно такое себе, но если это зачаровать каким-нибудь механизмом, то получится огонь оружия. Возвращаемся в дозорный форт, говорим Пуре, что всё у нас чётко, пятый мудрец найден. Ну что, узнал что-нибудь, что могло бы привести нас к пятому мудрецу? Вообще, я его нашёл и собрал даже. Ты нашёл мудреца духа? Минеру? Это... это же... Это просто потрясающе! Получается, мы нашли пятерых мудрецов? Ты большой молодец, Линк. Теперь ты готов встретиться с нашим заклятым врагом и победить его. Осталось только узнать, где скрывается король демонов. Вряд ли он всё ещё в замке Хэрул. И на поверхности, кажется, его тоже нет. Точно! Он наверняка в кавернах. А ты как считаешь? Не думаешь, что с большой долей вероятности он может быть в кавернах? Нисколько не сомневаюсь в твоих силах, но если ей понадобится совет, Джоша знает о подземном мире больше всех. Она по-настоящему увлечена исследованием каверны, будет рада поделиться с тобой информацией. Линк, я полагаюсь на тебя. Всё придётся самому делать. Окей. Значит, идём к Джошу. И сейчас она нам выложит все карты на стол. Привет. Давно не виделись. О! А, это ты, мечник. Как твои успехи? Узнал что-то новое о кавернах? О происках клана Ига, например? Среди всех сообщений, что я получила, есть парочка невероятно интересных. Проломы найдены вроде на востоке. На востоке проломы? Недавно на востоке отсюда, в регионе Ланейру, нашли несколько проломов. Но в двух из них, в проломе Топи Ланейру и в проломе к северу от деревни Кокорика, обнаружили каменные статуи, которые внешне напоминают народ Зора. Если вспомнить статую Титана, фотографию, которую ты мне показал, мечник, я осмелюсь предположить, что и эти статуи тоже возвели, чтобы указать путь куда-то. Я собрала много информации о проломах и каменных статуях, мечник. Если ты тоже найдешь что-то интересное, обязательно расскажи мне. Итак, что мы выяснили? Мы выяснили, что есть два пролома, и один из них возле деревни Кокорика. Я думаю, что стоит туда направиться, именно в деревню Кокорика, и оттуда начать уже. А вот и пролом! О, кольцо засияло. Центральное, главное. Клятва позволяет призвать... А, ну, понятно. Во, наконец-то вы все вышли, появились! Здорово! Блин, единственная петуха убежала. Я так хотел спуститься с ним в каверну. Пойду за новым схожу. Ну что, попыточка номер два. Полетели! О, спускаться я так буду очень долго. Можно петуха выкинуть и... Сейчас, погоди. Не, петуха нельзя выкинуть. А если отпустить? Так, он летит. Он летит же? Он со мной где-то, петух. Он исчез. Черт подери! Но зато я заметил, знаешь что? Что у меня на параплане светятся глаза ночью. Офигеть! Я раньше этого не замечал. Прикольно. Все, приступаем к быстрому спуску. Вот мы здесь, внизу. У робота там есть где-то светильник. Сейчас я на него сяду. И мы пойдем. Пойдем в неизведанное. В далекое. Прекрасное. Нам нужно сейчас найти статую, которая нам укажет путь. Вот, кстати... О, это дракон. Нифига себе. Дракон, ты не укажешь мне путь случайно? А вот, кстати, статуя, походу, да? Смотри-ка, ее тень. Пойдем поближе подойдем. Еще я бы не прочь... Ой. Вентилятор где-нибудь найти. Хотя можно его выкинуть из моих запасов. Да, наверное, я это сейчас и сделаю. Значит, выбрасываем один пропеллер. Вот так-то. А там у нас один из боссов. Мы его уже побеждали целых два раза. Поэтому пройдем мимо. Статуи нам показывают, куда идти. Я думаю, что можно активировать наш пропеллер и бежать. Блин, у меня реально такое ощущение, как будто мы преследуем дракона. Хотя мы просто идем по статуям, которые показывают нам путь. Кстати, знаешь, в чем фишка сопровождающего нас дракона? Он освещает нам путь. Вроде бы как. Потому что там, где он летит, есть свет. Видишь, деревья подсвечены. Если это можно назвать деревьями. Все. Наши дороги с драконом разошлись. Я вот что подумал. Если есть у моего робота освещение, то надо бы еще и на меня нацепить освещение. И тогда вдвойне все равно ни черта не видно. Свет больше не стало. Шел я такой, значит, по этим статуям. Шел и набрел на лагерь клана Ига. Да, я совсем забыл, что я не разобрался с их главарем еще. Но ничего. И до него очередь дойдет. Но пока давай залезем на нашего робота и размотаем лагерь клана Ига. У них тут по периметру защита лазерная. Просто так туда не пролезть. Но ее мы можем сломать, если уберем вот эти блоки. Чем мы сейчас и займемся. Просто берем и... И вот так вот их туда куда-нибудь. Ой, я кажется, там кого-то сбил случайно. Офигеть. Я взял этот левитирующий камень с лазером и случайно сбил летающего этого головаря. Хотя там вон вагонетка еще ездит какая-то. О, подожди, 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 подожди. Стопэ. Еще один летун. Ну-ка стоять бояться. Готов. Так, что там у нас за вагонетка ездила? Дико хочется посмотреть. Блин, у меня со стрелами беда. Капец, какая беда. Прям вообще... Ай, возмутительно, я бы сказал. О, тут сундуки, кстати, есть. Давай зайдем посмотрим. Что там в этих сундуках? Может, стрелы будут? Крупный зонаровый кристалл. Это здорово. Пригодится нам. Чертеж клана Ига. Чертеж зловещего изображения из механизмов зона и других материалов. Похожие машины по таким чертежам можно воссоздать при помощи реконструктора. И что там у нас? Боевой морозитель. У-у-у, звучит зубодробительно-морозительно. Ага, вот он этот поезд. Он как бы... Ну, на нем можно ездить по кругу. И он с фонарем. Сейчас попробуем. Поехали. Да, он с фонарем. Но нам это сейчас шибко не важно. Тут есть прыг-панель. Ай, за что? Вагонетка мне дала лещи. Значит, есть прыг-панель. Мы сейчас через нее запрыгнем. О, смотри, какой механизм я у них тут нашел. Прикольно. А если запустить его? Сейчас я попробую сначала забраться сюда, в центр. Ладно, давай так запустим. Ну-ка. Ю-ху, мы взлетаем. О-о-о-о, как меня крутит-вертит. Прикольная задумка. Но лучше бы мне тут фонарь где-нибудь оторвать. Все ясно, надо вырубить эту штуку. А то, если я буду прыгать, я сам себя подожгу. Телега, мне нужен твой фонарь. Дай его, пожалуйста. А, конечно, я его так просто не оторву. Он же прикручен тут. Клан Иго не делает все на соплях, как добрый старый линк. Значит, запускаем. Да, елки-палки. Запускаем. Свет горит. Ну же. Да, свет горит, но очень-очень так себе. Так, а если вагонетку отпустить, она поедет тут вообще? Нет, конечно же, не поедет. На что я надеялся. Ладно, фиг с ним. Пойдем дальше по старинке. При помощи робота и своего светящегося костюма. Юноба, дай огоньку, а? Нифига он не дал. Вооружение для нашего робота. Ну и для меня в том числе. Полетели... А, нам не туда. Нам не туда. Нам в ту сторону. Но туда мы все равно залетим. Итак. Где робот мой? Робот. Блин. Тут, кстати, и бомбы есть. Это зашибись. Иди сюда. Что будет, если я прикреплю к тебе параплан? Ну, скорее всего, ничего. Но я проверю. О! На нем можно летать. Зашибись. Тогда... Так, я сейчас слезу и попробую сделать... Знаешь, что? Прицепить к этому параплану пропеллер. И посмотрю, что получится у нас. А, робот исчез. Ёлки-палки. Ну, хорошо. Тогда давай сделаем воздушный шар. Да не простой, а на пропеллерах. Должно, в принципе, все получиться. Ну-ка. Нет, прикинь. Не прокатило. Это так не работает. Ну, хорошо. Тогда поддадим огоньку. Поставим сюда огнемет. И тогда он должен лететь очень быстро и высоко. Проверим. Ну-ка. Вот это другое дело. Вот это мы поднимаемся. Ну, хотя, куда нам подниматься, если тут как бы... Ну, ты сам видишь, что тут как бы... Наверху делать нечего. Все, спрыгиваем отсюда. И летим в этом направлении. Через вот эту расчелину, куда ведут нас статуи. Там, между прочим, свет есть. А откуда там свечение? Там мой фонарис, что ли? Или это чей-то чужой? Там можно еще глубже спуститься. Ничего ж себе. Там еще и огонь есть. Кто-то разжигал кастрички. Рудник лощины Рута. Давай почитаем дневничок, если тут он есть. А его тут нету. Ну ок. А, вот чувак стоит. Здорово. Это исследователь. А значит, чувак из клана Ига. Не-не-не пугай меня. Ты что, из клана Ига? Ой, ну и напугал же. Так ты же... Ты тоже здесь исследуешь руду, которую можно извлечь из глыб породы? Блин, почему я могу задать ему какой-то вопрос? Типа, руда? Какая руда? Можно же сказать просто да. Да, ее самую. Он мне дарил за нар. Ну спасибо. Это очень странная руда, правда? Никогда такой не видел на поверхности. Смотри, ее можно извлечь из глыб породы, которую здесь повсюду. Тут все изрыто вплоть и поперек. Разные инструменты валяются. Здесь явно велись какие-то горные работы. Все другие крупные лощины такие же. Но нам пока не ясно, какая польза от этой руды. Хотя это не имеет значения. Для тебя уж точно. Потому что тебе конец. Прямо сейчас. Мокрого места не оставлю. Все, я думаю, что мокрого места не осталось от тебя. Что ж, давай попробуем подобывать руду тогда. Она нам тоже пригодится. Зонарчики. Юноба! Я думаю, это работа для тебя. Нет, не для тебя. Значит, тогда на роботе сейчас будем калашмарить. С его дубиной мощной. Ну, что ты там бьешь-то? Да, елки-палки, не зонар ты бей, а вот руду. Капец, у нас все сломалось. Он увидел внизу зонар и калашмарил его. Ты что, сдурел? Какой внизу зонар? Ну, что ты, елки-палки. Мы все просрали, Гриша. Как же теперь быть-то? Только Юноба, на тебя надежда вся. Ну, еще, кстати, можно бомбалейла замутить. Но у меня всего 7 стрел, поэтому я не буду это делать. Стрелы нам очень нужны. Выбрался, короче, из рудника. Тут где-то что-то есть у нас. О, сундук с тайным... Это сокровищница, скорее всего. Крупный зонар и кристалл, спасибо. Здесь нет креста, случайно? Нет, крестик вот тут вот у нас. Потом по ним пройдемся. А пока продолжаем путь. Ну вот, кажется, я куда-то пришел. Тут есть рудник какой-то. Там никого, случайно, нет? И что же это за место? Тут даже механизмы какие-то есть, вон. А, только не говорите, что тут клан Иго уже. Это их драндулеты тут. Кога, елки-палки, я не тебя искал. Ну ладно, раз я на тебя нацкнулся, то можно и подраться, в принципе. Почему бы и нет? Здорово, дрищара. Опять ты делаешь то же самое, что и в прошлый раз. Да не получится у тебя никогда. Да что ж, такое-то ничего не выходит. Может, я руку не под тем углом держу? Нет, не выходит. А, и давно ты тут стоишь? Ты что, шпионишь за мной? Ты? Трус, 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 трус. Я тебе уже сказал, что я передумал. Мы уже тут все добыли, что можно. То, что ты сейчас видел, это, ну, в общем... Это я от нечего делать. Шикарно чего. Прикольно у тебя тут все. Знаешь, поверить не могу, что ты, проныра, за мной шпионил. Черт ты земляной. В честь нашей давней запланированной встречи я готов был даровать тебе право сразиться со мной один на один, но... Но сейчас мне совершенно некогда с тобой возиться, есть дела и поважнее. Твой конец уже близок. Он что, просто взял и исчез, и все? Ого! Вот это у тебя транспорт. Так что, я не собираюсь тратить на тебя силы. Взять его! А, мы все-таки деремся с тобой, да? Я думал, ты свистнул. Ой, ой, а так, надо пожрать что-нибудь. Сейчас я что-нибудь пожру. Секундочку, минуточку. Я тебе давал время, и ты мне дай время. Вот это вот можно сотрать, почему бы нет. А, что мы делаем с его лучниками? Конечно же, мы их обезвреживаем. Хорошо, что я стрелы не профукал. Все, окончательно. Но, походу, я их сейчас профуклю окончательно все. Есть. Всех лучников мы сбили, теперь садимся на драндулет и едем к нему. Гаденыш, я тебя могу, кстати, и этим сбить, юнобой. Попробуем. Сдычка! Как хорошо у нас все тут вышло-то. Стоять, стоять. Ножа, да линк. Да ты что, заплывай. Серьезно? Ты не можешь заплыть? Капец. Ну ладно, я сдрюсну его драндулет. Поехали. О-о-о-о-о-о. А где сам этот? А, он на другой сел. На таран. Блин. Сейчас я еще подзаряжусь. Да елки-палки, юноб, ну ты что? Хорош. Все, получилось. Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай, линк. Не подведи меня. Неплохо-неплохо-неплохо. Еще. Хорошо плывем дальше. Ага, теперь он там. Сколько же у него этих лодок? Офигеть можно. Есть попадание. Приветики. Ты не ждал, а я здесь. Так, он сзади, скорее всего. Да? Он угнал ту лодку, на которую я его подрезал. Разворот. Возьму-ка я двуручное оружие. С ним будет пошустрее, мне кажется. Сейчас с одноручным. Ребят, у вас есть стрелы, можно я у вас парочку с виском? Есть попадание. Так. Кручусь-верчусь, запутать хочу. Блин. Черт, он опять угнал свой же транспорт. О, ты посмотрел, теперь в кубе. Кубик в кубе. Нам его сбили. Ну давай, давай, Лин. Да что ж такое-то? Да залази ты. Как же меня это бесит. Слушай, ну что двуручным, что одноручным. По большому счету одинаковый урон я наношу. Потому что очень медленно кручусь. Снова на стычку. Ой, не успеешь, ой, не успеешь, камень кинуть. Не успел. Все, гана ему. Ох, рука соскользнула с ручки управления. Ну ты не радуйся раньше времени. Я же все огромный зонар кристалл добыл, которые тут были. И я тебе больше скажу. Мои подчиненные только что мне сообщили, что они нашли его. Короля демонов. Знают, где он. Еще чуть-чуть. Еще чуть-чуть. Люди, самые заветные мечты клана Иго воплотятся в жизнь. У нас теперь достаточно огромных зонар и кристаллов. Следующий заброшенный рудник станет последним. Слушай, Линк. Пойду-ка я, пожалуй, поскорее на северо-западный старый рудник и приступлю к добыче. Затем я смогу создать самое мощное оружие и передам его королю демонов. И миру придет конец. Следующая наша встреча станет последней. Твое время придет, вот увидишь. Какой же он все-таки придурок взял и раскрыл тайну, где находится Ганнон? В каком именно руднике, да? Огромный зонар и кристалл, соточка. Это значит, что я могу еще докупить себе энергоячейку. А тут у нас еще записка какая-то была, да? Да, тут записочка, сейчас я ее быстренько прочитаю. Единственный способ попасть в каверны, спуститься в пролом. Пролом можно найти в каждом регионе, они появились после катаклизма. В общем, все ясно. Тут про проломы. Электрокатер. Тот самый, на котором я пытался Когу догнать. Джоша, я пришел. По твоим координатам я нашел предводителя клана Кога. А я только что получил новые сведения о кавернах. Похоже, исследователи из моего отдела направились туда, куда указывают найденные в проломах каменные статуи. Каменные статуи привели их прямо под владение Зора, где они нашли следы существования древней цивилизации. Потом мы узнали, что другие статуи на юго-западе указывают путь под город Геруда. В общем, я подумал, что, наверное, между поверхностью и кавернами существует какая-то связь. А затем виляла своим сотрудникам исследовать проломы во всем Хайруле. И они нашли новый пролом в отвесной скале в Эбри. Там, где древняя Рита. К северу-западу отсюда. Теперь я хочу попросить их проверить, можно ли оттуда попасть прямо под деревню. Ох, морзляка-дубака. Надо бы теплые штанишки одеть. Мы возле горы Эбра. И сейчас, скорее всего... Да, вот она, эта гора. Я думаю, проще всего будет рассмотреть ее свысока и найти этот пролом. Пока что я здесь ничего не вижу, никаких проломов, ни миазмов. Но, скорее всего, вот где-то здесь, вон там вот может быть. Потому что карта показывает, что я лечу сейчас прямо на точку, указанную главарем Кога. А Джоша сказал, что в отвесной горе есть пролом. И вот сейчас мы это узнаем. Спустимся пониже и разглядим эту сторону. Так, так, так. Но тут явно ничего нету пока что. Ну, короче, как ты думаешь, куда меня привела вот эта карта? Она привела меня в деревню, Рита. В общем, где-то здесь, значит, есть пролом. Но я его пока не вижу. Надо хорошенечко тут все обыскать. О, смотри, тут внизу есть, короче, воздушный шар. Ничего себе. Эй, здорово. Ты кто такой? Альхо. Вот это да, это же Линк. Мы с тобой не виделись с того раза в проломе Хайрульской равнины. Точно, нифига себе, я и забыл уже про тебя. Джоша велела мне найти пролом возле деревни Рита. Да, она мне уже рассказывала про тебя. И я нашел его. Самый, что ни на есть настоящий пролом. А где он? Покажи. Нифига себе, как он заныкался. Видишь? Вон там. Прямо внизу. Я немного отдохну и пойду обратно, чтобы рассказать Джошу о находке. Если захочешь спуститься в пролом, будь предельно осторожен. Мне именно это и надо. Я надеюсь, что там найду Кога и, наконец-таки, Ганана. О, загрузочек подъехал. Так, так, так. Эберский старый рудник. Кога, выходи, я здесь. Я знаю, что ты где-то тут прячешься, ныкаешься. Прямо возле рудника, да, упали. Шикарно. Вот, тут даже арену для нас подготовили. Смотри, какая роскошная. А вот и Кога сидит, ждет нас. Медитирует, по всей видимости. Ну что, ты готов к нашему финальному поединку? Да, он реально медитирует. Надо бы его сфоткать в такой позе. Надо бы поближе еще сфоткать. Эх, чертяка не дал. Я ждал тебя. Потому что... Потому что у нас уже есть достаточно зонара кристаллов. И теперь... Наше самое сильное оружие. Подарок королю демонов. Будет восстановлено. Этот день войдет в историю. Когда день восстановления нашего самого сильного оружия и день начала конца света. Смотри. Правда, это древнее оружие прекрасно. Это голем Занайи. Тебе выпала большая честь, Линк. Мы опробуем его на тебе. Хоть какая-то от тебя будет польза. А потом я отправлюсь в путь. В глубины под замком Хайру. Где должен находиться король демонов. Туда, где начнется конец света. В каверные под замком Хайру. Какой ты страшный. Слушай, у меня такой же голем есть. А теперь сразись со мной. Если кишка не тонка. В этот раз тебе не уйти живым. Голем. Пришло время биться. Так, а тут есть какие-нибудь плюшки? Типа булавы или еще что-нибудь? Ничего нету? Ммм. А теперь я замахнусь. Смотри. Опа. У нас тут поединок на кулаках, да? Ну хорошо. Теперь левой. Вот так. Теперь правой. О, стой. А можно я у него... Подожди. Я хочу его голема свистнуть. Можно? Не, нельзя. Придется его по жопе бить. Пока его башка в земле. А, он вылез уже. Но один раз я его ударил, слушай. Окей. Големы снова в дуфри. Черт, он впервые меня ударил. Нифига себе. Ладно, буду щиты ставить. Походу сейчас только щитами. Щит. А теперь бью. О, так-то. Он вылетел. И я выпрыгиваю. Ну выпрыгивай, выпрыгивай. Линк. Елки-пак. Как это все долго. Меч нужен. Меч, меч, меч. Каким бы мечом. Который у нас сердца восстанавливает. По-моему, вот этот. Или вот этот. Похоже, что я облажался. Не зачаровал этот меч, который восстанавливает здоровье. Ну ладно. Тогда возьмем этот. Он будет мощнее бить, если у меня меньше здоровья. Ой, он морозный. Так, так, так. Щит, щит, щит. Хорош. Выпрыгиваем. А теперь добасим. Вся банда налетела. По жопе ему надавать. Неплохо. Неплохо. Но у меня еще я бы поменял на самом-то деле. Ну все. Теперь от тебя точно крыльдец. Главное, чтобы он меня не достал сейчас. Может восстановить здоровье? Он прямо на меня бежит. Это очень плохо. Так, где тут мое блюдо? Вот это вот. Вот это съедим. И бананчиками закусим. Я думаю, что неплохо. Побегаем. Кажется, пронесу. Кстати, Юноба, может ты мне поможешь? Он поджегся, но это не сработало. Щит. Хорош. Отвали от меня. Черт, он тоже щит поставил. Щит. Ух. Чуть-чуть осталось. Чуть-чуть осталось тебе до сетки. На. Все, выпрыгиваем. И теперь сейчас наваляем ему новым мечом. Ох, какой урон. Ребят, помогайте. Долбите его по жопе. Нормально. Так ему досталось. О. Смотри, что он на башку себе. Куб. Эй, так нечестно. Щит выдержит? Выдержу. Слава богу. Ударишь меня, да? А теперь я тебя ударю. О. Неплохо. Поединок как надо. Правда, не по правилам, а не да. Потому что этот говарь Кока применяет приемчики запрещенные. Садимся, садимся. Подожди. Знаешь, это мне напоминает фильм «Живая сталь». Где роботы дрались. Сейчас то же самое, в принципе. Ножи, ударь. Что ты щит-то ставишь? Секунд. Хорош. Хорош. Нафиг. И еще ударщик. Он торчит постоянно. А можно его просто оттащить к сетке? К сожалению, нет, но это нам и не нужно. Все. Ребят, давайте, наваливайтесь. Какой же вам все-таки жалкий. Но живучий. О нет, мое оружие. Кто мог бы подумать, что мое самое мощное оружие так себя покажет в деле? Это очень несправедливо. И что я теперь ему отдам? Ты думаешь, что я это так оставлю? Поиграли и хватит. Теперь все будет по-серьезному. Я уничтожу тебя с помощью моей новой секретной техники. Куча ракет? Испугался? Это супер-пупер-кога-ракетница. Тебе конец. Вперед, моя супер-пупер-кога-ракетка. Ракетка. О-оу. Что происходит? Троус, ты за это заплатишь? Целых два сундука. Ну, здорово. Я же его, получается, победил. Все. Поиски главой Кога из клана Ига. Выполнено. О, там и этот прислужник вылез. Господин, я подойду к вам. Подождите минутку, пожалуйста. Да мог бы вы не подходить, я бы сам подошел. Спасибо, что прогнали нарушителя. Я внимательно за всем наблюдал. Судя по всему, едва ли он теперь сунется в другие старые рудники. Если вы ищете старые рудники вроде этого, поищите их, например, под деревнями и прочими поселениями, которые находятся на поверхности. Как ни странно, кажется, существует какая-то связь между поверхностью и кавернами. Что же в сундуках? В первом алмаз. Огромный зонарокристалл. Соточка. Благодарю. Ну, показывай, что там за чертеж ты мне хочешь отдать. Ммм, ракетная платформа. Кстати, прикольная штука. Надо будет как-нибудь попробовать. А он мне тут уже все подготовил, кстати. Ну, давай соберем и заодно и затестируем. Ну, а теперь затестим. О, ну неплохо. Очень даже неплохо. Пожалуй, на этой высокой точке мы и закончим. Если понравилось, то не забудь поставить лайк, если ты еще не поставил. И подписаться, если ты еще не подписан, чтобы не пропустить финал Зельды. На котором мы с тобой и увидимся. Уверен, что следующая серия будет финальной. Так что, до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok